Добро пожаловать в рубрику английского языка English and Short Notes английский в коротких заметках, где мы будем разговаривать о самых интересных мелочах английского языка так, чтобы они помещались на листочке отрывного блокнотика для удобного, легкого и замечательного заучивания. Hello, hello, my dear friends! Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы будем с вами разговаривать о языке текстовых сообщений, также смс-сообщений, ну и, собственно, том языке, который можно увидеть на форумах. Итак, text message language. Так, случалось ли вам когда-нибудь увидеть вот такую абракатабру на форуме? F-Y-I-U-R-G-8-M-8, see you tomorrow! А все это означает, for your information, you are a great mate, see you tomorrow! Для твоей информации, то есть для твоей справки, ты замечательный товарищ, увидимся завтра! Как же так получается? А получается это очень интересно. Где-то в промежутке, начиная с 2003 до, наверное, 2011 года, британские учителя просто записались жалобы в разные министерства учебные, собственно, рассказывая такие ситуации, что частенько приходят детишки, там, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й класс, после летних каникул, и их, естественно, как в любых школах, просят написать что? Вот, сочинения, как я провел летом. И огромный вал посыпался этих сочинений, написанных вот таким абракатабрическим языком. Что делают учителя? Что делать? Идти в сеть и начинать, в общем-то, изучать то, как разговаривают нынче молодежь. Ну, а вам никуда ходить не нужно, потому что сейчас я вам все расскажу. Итак, двоечка выполняет функцию предлога направления to, собственно, двойку и еще to, который переводится как тоже. Восьмерка, eight, выполняет звук eight. Так, например, можно построить слово great, gr плюс 8, получается gr, eight, да? Или слово later, l, потом eight, yar, later. For, четверка, выполняет функцию предлога for. Например, можно создать слово before, before, до того, как, до. Буквка you звучит ровно так же, как и слово you, то есть ты. Буквка си звучит так же, как и глагол видеть. Можно, например, сделать си-ю, вот таким вот образом написать, а получить увидимся. H-R-U, это абракатабра переводится как how are you, как дела? And you означает miss you, скучаю по тебе. Are you okay? Буквально так и звучит. Are you okay? Ты в порядке? X-X, ну или X-X. Это будет означать kiss you, kiss you. Поцелуйчики. Ну и есть еще ряд классных сокращений, которые на самом деле уже вышли, да, из раздела такого электронного языка и используются даже, в общем-то, и в письмах тоже. Идем сверху вниз. BTW, by the way, кстати. OMG, oh my god, боже мой. NVM, never mind, не бери в голову, неважно. NP, no problem, не проблема. LOL, love out loud. По-нашему, где-то на форуме писали, я ржу не могу, что-то в этом роде. То есть, очень-очень громко посмеялся. TY, thank you. A-S-A-F, A-P, pardon. A-S-A-P, означает ASAP. В общем, уже никто не говорит какую аббревиатуру. Давно называют именно ASAP. As soon as possible. Так скоро, как только возможно. BRB, be right back. Скоро вернусь. T-T-Y-L, talk to you later. Побеседуем позже. Ну и давайте прощаться сегодня тоже в новом стиле. Thank you for your attention. And don't forget to smile. Спасибо за ваше внимание. Не забывайте улыбаться. И я всех вас жду на бесплатном пробном уроке. На любых совершенно курсах английского языка. А еще испанского, итальянского и иврита. Всем хорошего настроения. А мы всегда где-то рядышком. Bye-bye. Субтитры сделал DimaTorzok